Звезды отечественного хоккея вышли на лед борца спорта Первомайский в белой форме их соперники. Сборная команда правительства Красноярского края облачилась в синюю экипировку. Такого количества звезд на Красноярском льду ранее, пожалуй, не собиралось. Здесь и олимпийские чемпионы и чемпионы мира, и победители кубков Стэнли. Матч начался с некоторым опозданием. Пока игроки переодевались, на льду для зрителей выступили юные фигуристы детской школы «Рассвет». Но затем, собственно, и стартовал поединок. В составе сборной Красноярского края появились не только чиновники и депутаты. Чтобы противостоять столь грозному сопернику, наша команда решила усилиться неплохо играющими бизнесменами. А место в воротах доверили голкиперу Сокола Константину Безюку. Другие ворота защищал олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР Владимир Мышкин. А в поле вышла целая россыпь звезд в прошлом, а ныне спортивных функционеров. Среди них Вячеслав Ветисов, Валерий Каменский, Сергей Макаров, Александр Якушев и другие. Возглавил команду глава МЧС Сергей Шойгу. Игра получилась достаточно боевой, что, несомненно, порадовало зрителей, которых здесь собралось около 300 человек. Кстати, попасть сюда можно было, купив билеты. Минимальная цена каждого из них около 3000 рублей. В общем, каждый поклонник хоккея мог сам определить ту сумму, которую готов пожертвовать на лечение детей. Ведь вся выручка должна пойти на проведение нескольких сложных операций для ребят с ограниченными возможностями. Добавлю, что матч во дворце спорта Первомайский между звездами советского и российского хоккея, а также правительством Красноярского края прошел в три периода по 20 минут. Завтра команда гостей отправится по домам. Телефон для ваших сообщений 292-55-04. Звоните мне или пишите на сайт afontovo.ru. Сергей Кузовков, Афонтова. Новости.